Здравствуйте! Вы смотрите Вечерняя Телемикс Новости в студии Ольга Муравьева. Сегодня в программе. Чрезвычайное происшествие. Девочка полутора лет выпала из окна квартиры на четвертом этаже в Уссурийске. Приоритетные участки. Ремонт дорог по 12 направлениям стартовал в нашем округе Михайловском районе. Ремонт чаши. Фонтан у горизонта встретит День молодежи в обновленном виде. Найти работу. Всероссийская ярмарка вакансий состоится в городе. Всероссийская акция «10 тысяч шагов» предлагают пройти уссурийцам. В стиле черлидинг. Фестиваль «Я выбираю спорт» прошел в Доме офицеров. Девочка полутора лет выпала из окна квартиры на четвертом этаже в Уссурийске. Информацию сообщили в краевой прокуратуре. ЧП произошло на улице Некрасова. Мама малышки ушла в магазин, оставив дочь с тремя братьями и сестрой. Те не ожидали, что младшая заберется на подоконник. Ребенка с травмами экстренно госпитализировали. Ежегодно в Приморье фиксируют десятки подобных фактов. Особенно часто дети выпадают из окон с наступлением тепла. В Уссурийске в 2023 году это не первый случай. Взрослым напоминают о необходимости контроля за детьми и установке специальных систем блокировки на окнах. Ремонт дорог по 12 направлениям стартовал в Уссурийском округе и Михайловском районе. По результатам патрулирования Примавтодор определил приоритетные участки, которые необходимо привести в надлежащее состояние. Наша съемочная группа проехала по нескольким таким местам. Центральная улица Воздвиженки. Экскаватор снимает с дороги покрытие двухлетней давности. Из-за фур по асфальту пошли пучины. Ездить стало небезопасно. Во время ежедневного патрулирования специалисты Примавтодора это заметили и направили сюда ремонтную бригаду. Причем локация не единственная. Подобные работы стартовали по 12 направлениям. Как оцениваете качество дороги? На четыре. Замечали здесь трещины большие на дороге? Да, замечали. Сейчас рады, что их исправляют? Очень. Как часто едете тут? Каждый день. Также грейдеры работают на дороге к селу Заречному. Трактор с косой на пути Корсаковки. Ремонтируют подходы к мосту через реку Осиновку. В целом на 12 локациях трудится больше 100 людей и 45 единиц техники. Для ямочного ремонта по содержанию на Уссурийский городской округ предусмотрено 430 тонн асфальта. Это контрактом предусмотрено. Вот эти работы производятся в данный момент. Как позволяет погода, мы практически каждый день занимаемся ямочным ремонтом, потому что большая ямочность по округу, по дорогам. Стараемся это исправлять. В приоритете – ремонт самых популярных участков. Например, объездной Уссурийска, где очень плотный транспортный грузопоток. Сейчас на 666-м километре идут подготовительные работы перед укладкой асфальта. Вычищаем, выметаем, выдуваем. Затем идёт проливка битумом. Позднее придёт у нас асфальт. И будем укладывать асфальт. Не страшно работать? Здесь мимо фуры такие большие проезжают. Ой, отлично. Мы с ними дружим. Они нас берегут, и мы их тоже. А немного выше по трассе другая бригада косит траву. Дело в том, что «Примавтодор» отвечает ещё и за аккуратный газон у автобусных остановок, сигнальных столбов, знаков, барьерных ограждений. А все работы по ремонту асфальтового полотна должны завершиться до конца этого года. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяка, транспорт и дорожное строительство – одни из основных направлений развития региона. Ежегодно в крае идёт ремонт и реконструкция важнейших транспортных артерий сразу по нескольким программам. За последние пять лет построено и обновлено порядка 40 километров новых трасс. Восстановлено более 720 километров дорог. В 2023-м упор сделают на возведение мостов. Только в рамках национального проекта отремонтируют 15 таких сооружений по всему краю. Полина Мельниченко, Игорь Антонов, Телемикс. Пункт пропуска краски на Хунчунь будет закрыт для транспорта в четверг, 22 июня. Такая информация появилась на сайте краевого правительства. Изменение режима работы связано с традиционным фестивалем лодок драконов. А бычий получил статус национального культурного наследия. Отмечается, что на пункты пропуска пограничная Суйфенхэ и Полтавка-Дунин праздник не повлияет. Погранпереходы будут обслуживать транспортные средства в штатном порядке. 150 приморских предпринимателей отправились в Харбин на торгово-экономическую ярмарку. Уже в 32-й раз соседи организуют такое крупное событие. А вот российско-китайский форум инвестиционного сотрудничества открылся на этой площадке впервые. Активным участником переговоров стал губернатор края Олег Кожемяка. Такое есть только у нас. Приморский липовый мед, шоколад, мороженое и другие продукты питания стали частью Харбинской торгово-экономической ярмарки. Также на витринах биологически активные добавки из даров тайги и океана, продукция лесопереработки, экоигрушки, пиломатериалы, текстиль и многое другое. Жители нашего региона постарались показать все возможности своей малой родины. Жители Поднебесной охотно пробуют и покупают, а еще активно участвуют в развитии нашего региона. Вкладывают средства в экономику и крупные предприятия. В Приморье уже реализуется 42 проекта с участием китайского капитала на сумму 7 миллиардов рублей. Об этом губернатор Олег Кожемяка сообщил на первом российско-китайском форуме инвестиционного сотрудничества и рассказал о ближайших планах. До конца 2023 года будет создана международная территория опережающего развития. Ее особенностью будет действие не только российского, но и зарубежного законодательства. Там будут признаваться промышленные и строительные стандарты стран, участник поставщиков технологий. Еще одна цель визита губернатора в Китай – проведение деловых переговоров с представителями городов провинции Хэйлунцзян потенциальными инвесторами. Нашу делегацию достойно встретили в транспортно-инвестиционной корпорации, которая занимается строительством и обслуживанием дорог. Известно в сфере технологий и инноваций. Руководители организации выразили желание вкладывать деньги в приморский бизнес. Глава региона отказываться не стал. Тем более, что опыт, технологии и ресурсы компании могут пригодиться в завершении нескольких крупных проектов. На территории Приморья модернизируются три перехода. Это Марково, это Пограничник и Краски. Два перехода связывают нас непосредственно с провинцией Хэйлунцзян. Визит в Китай оказался продуктивным. Обе стороны надеются на новый импульс в сфере сотрудничества, укрепления экономических, культурных, дружеских связей между государствами. И теперь уже мы приглашаем гостей в свой регион. В сентябре в Краевой столице пройдет Восточный экономический форум – главная инвестиционная площадка Дальнего Востока России. В числе участников ждут делегацию из Поднебесной. Фонтан у горизонта встретит День молодежи в обновленном виде. На одной из достопримечательностей Уссурийска заканчивается ремонт чаши. Освежить место отдыха горожан решили не случайно. Ежедневно сюда приходят жители, потому должно быть красиво и безопасно. Теперь фонтан облицован светлой керамической плиткой. Сегодня подрядчик пообещал завершить работы. Завтра воду из чаши сольют. Все внутри вычистят и заполнят снова. К выходным достопримечательность запустят в полную силу. В этом году только данные работы на замену облицовочной плитки ушло 238 тысяч рублей. Подрядная организация – индивидуальный предприниматель Чикалов Дмитрий Юрьевич. Это подрядная организация с Владивостока. Они у нас не только на фонтане, они также у нас по городу ремонтировали остановки. То есть они себя заявили достаточно добросовестными, поэтому выбрали их. Впереди короткий рекламный блог. Оставайтесь с нами, далее вы увидите. Ярмарка вакансий. Найти работу помогут уссурийцам. 10 тысяч шагов. Всероссийскую акцию поддержат в нашем округе. Я выбираю спорт. Фестиваль чирлидинга прошел в уссурийске. Это вечерний выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Найти работу помогут уссурийцам. Всероссийская ярмарка вакансий пройдет в пятницу 23 июня. Посетители ждут на двух площадках. В центре занятости населения на Некраса 18 и в организации «Мой бизнес» на Тимирязева 29. Время приема с 10 до 13 часов. Желание обзавестись новыми кадрами высказали около 20 предпринятий нашего округа. На выбор соискателей более 800 вакансий в разных сферах. Отметим, это уже второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Работа России и время возможностей. В апреле, когда проходил первый отбор, в проекте приняли участие более 5000 жителей Приморья. Первые 400 уже трудоустроены. Соревнования между муниципалитетами Приморского края прошли в Уссурийске. 150 сильнейших спортсменов в своих округов и районах. Три дня боролись за лидерство в разных видах программы. Кто в итоге стал победителем, расскажем в следующем сюжете. Летняя спартакиада муниципалитетов собрала активных жителей со всего Приморья в Уссурийске. Дружины доказывали свое превосходство на площадках. Восемь видов программы приготовили организаторы для определения самого спортивного округа или района. Участникам предстояло сыграть стритбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, плавать в бассейне на время, метать дротики в мишень, стирать шиповку на беговых дорожках и разбивать городки. Самое главное, когда команды приезжают на игры, это общение. Это знакомство друг с другом, это обмен опытом. Ну и, конечно же, в первую очередь, это доказать свое лидерство в Приморском крае, кто лучший, сильнейший и быстрый. Три дня упорной борьбы уссурийская команда ведущую позицию заняла сразу, не дав шансов гостям пробиться в лидеры по итогам соревнований. Лишь в двух дисциплинах наша сборная спустилась на второе место в плавании и легкой атлетике. Гостевые дружины так и не смогли обойти хозяев. Уссурийцы стали победителями летней спартакиады муниципалитетов. Вице-чемпионами домой уехали спортсмены из Арсеньевского округа. А Дальнегорская сборная завоевала бронзу. Евгений Михайлов, Наталья Зайцева, Алексей Максимов, Телемикс. 10 тысяч шагов предлагают пройти уссурийцам. Всероссийскую акцию поддержат в нашем округе 25 июня. Всех желающих подышать свежим воздухом и выполнить дневную норму прогулок ждут в парке «Зеленый остров» с 10 до 16 часов. Организаторы отмечают, что предварительно нужно зарегистрироваться на сайте проекта. А для учета количества шагов надеть фитнес-часы или установить приложение на телефон. По опыту прошлых лет участникам советуют надеть удобную одежду и обувь, запастись питьевой водой. Фестиваль «Я выбираю спорт» прошел в уссурийские события. Подготовили в честь закрытия сезона. В Доме офицеров артисты показали зрителям программу в стиле черлидинг. Евгений Михайлов узнал об особенностях танцевального жанра и его происхождении. Изначально такой стиль танцев появился как способ уменьшить агрессию болельщиков на стадионах, настроить на позитивные эмоции во время соревнований. Постепенно хореографическое направление обрело большую популярность и самостоятельность. В уссурийский черлидинг тоже не в новинку. Именно ему был посвящен фестиваль «Я выбираю спорт», который прошел в Доме офицеров. Наша организация развивается в двух направлениях. Это профессиональная черлидинг-черспорт и группа начальной подготовки «Оздоровительная гимнастика». Международное название – это черлидинг, достаточно популярный вид спорта в мире. Буквально не так давно он вошел в олимпийский вид спорта. Отметить праздничным концертом закрытие сезона приехали 150 участников. Кроме уссурийцев здесь были артисты из «Артема и находки». Танцоры представили свои лучшие номера, которые готовили в течение года. Свой выбор в пользу черлидинга объясняют в том числе использованием в постановках современных песен. Была одна такая песня, точно уже не вспомню, и мне она очень понравилась. Я сказала маме, мама, пожалуйста, можешь меня отправить на те танцы, спорт, которые танцуются в этой песне? Мама меня отправила на черлидинг, и, конечно же, я этому очень рада. Праздник черспорта не остался без наград артиста. Все участники фестиваля получили медали и памятные призы. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс. Это все новости на сегодня. Я напомню, что наши материалы вы можете посмотреть на сайте телемикс.тв. Также не забывайте про наш телеграм-канал и социальную сеть ВКонтакте. Этим вечером в студии работала Ольга Муравьева. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok